Я считаю, что это однозначное давление на бизнес. И скажу вам, что есть наложенные моратории на всякого рода проверки. Но я так понимаю, что это касается, скажем, таких, наверное, малых предпринимателей, то есть представителей малого бизнеса, может быть, относительно еще среднего бизнеса. То есть у нас не проверяют пожарники МЧС или управление торговли, как было в свое время. Но что касается крупных налогоплательщиков, то есть серьезного бизнеса, который реально на сегодняшний момент зарабатывает деньги, потому что, если говорить о мелком бизнесе, это в большей степени небольшие деньги, которые просто обеспечивают владельца и пару наемных работников. То есть говорить о каких-то серьезных деньгах, о серьезной прибыли, я думаю, было бы, наверное, не совсем уместно. Что касается действительно наших таких крупных бизнес-структур, которые, слава богу, еще работают, еще остались в нашем регионе, отношение к ним очень такое, я бы сказал, специфическое, даже несколько превратное. И здесь даже нисколько, я так понимаю, и налоговое, как в большей степени правоохранительные органы. Почему? Потому что моратория есть, то есть все по боку и закону. Но что касается правоохранительных органов, то заводятся различного рода под любым соусом уголовные дела. Причем после ситуации с АТО появилась такая новая версия, это версия финансирования, допустим, сепаратистов или какие-то договора мифические с Российской Федерацией, страной-агрессором и тому подобное. И под этим соусом заводятся уголовные дела и начинаются проверки. По большому счету это однозначно давление на бизнес, которое, я думаю, в большей степени ориентировано на то, чтобы с ними просто договаривались, с правоохранителями договаривались. То есть это для них такой, условно говоря, заработок. Это было, к сожалению, практически всегда. Это уже началось в Украине, наверное, очень давно, я думаю, от создания нашего государства. И, честно говоря, не прекращается. Поэтому всякого рода заявления и рассказы о том, как у нас будет здорово, как в Европе, насколько будет все прозрачно, свободно и регламентировано согласно европейским стандартам, к сожалению, по факту, по сути этого не происходит. Люди работают, обеспечивают достаточно много рабочих мест. И на фоне того, как государство относится к такому, наверное, одному из крупнейших работодателей, как Одесский припортовый завод, то я думаю, что лучше, чем бы занимались бы проверкой, искали бы возможных, допустим, потенциальных, допустим, контракторов для работы нашего припортового завода, для того, чтобы как раз развивать производство, создавать дополнительные рабочие места и, собственно говоря, увеличивать поступление в бюджет, а не душить тех, кто есть. То есть, на самом деле, никакой помощи бизнесу нет. Естественно, я думаю, что собирается определенная информация, естественно, о собственниках, о бенефицарах этой компании. Возможно, вполне резонное с их стороны давление оказывать и на семью, и непосредственно на тех людей, которые управляют бизнесом. Могут быть обыски в семье, допустим, дома, и у директора, допустим, компании, там, у главного бухгалтера. Может быть, даже у бенефицара. Почему? Потому что, ну, если официальная компания работает, указан непосредственно ущадитель этой компании. Если, допустим, он находится на территории Украины, тем более живет, допустим, в Одессе, у него могут устроить, там, среди ночи, условно говоря, обыск, ну, могут прийти, естественно, по закону, могут прийти, там, до 10 часов вечера, но при этом в 10 часов вечера начать обыск и проводить его чуть ли не до утра, потому что закон это абсолютно, как бы, разрешает. Главное, зайти в дом или в квартиру до 10. Вот, поэтому, как это все происходит, оно по-разному происходит. Где-то обыски достаточно усиленным темпом происходят, естественно, на предприятии, изымается документация, изымается сервера, изымается вся эта информация, в отсутствии которых компания не может осуществлять свою работу, не может отгружать, допустим, продукцию, не может проводить закупки сырья, не может рассчитываться по зарплатам. Возможны проблемы с перечислением налоговых поступлений в бюджет, если, допустим, полностью стоит вся бухгалтерия, тогда уже могут и возникнуть проблемы, опять же, уже и с налоговой, и так далее, и тому подобное. И специально создают такой запнутый круг, когда людям приходится вот метаться между правоохранителями, между судебной системой, потому что, естественно, каждый пытается, ну и, собственно говоря, если возбуждено уголовное дело, без суда это на сегодняшний момент не происходит, поэтому человек, ставя в такой запнутый круг, в такое огненное кольцо, в котором ему приходится метаться, естественно, это однозначно останавливает его, скажем так, затрудняет ведение бизнеса, компания терпит достаточно серьезные убытки, и здесь, я думаю, рано или поздно появляется какой-то представитель там проохранительной системы, которая этим занимается, возможно, это даже могут быть и адвокаты, это кто угодно, я сейчас там, можно перечислять, различные варианты, я думаю, многие, может быть, и сталкиваются, если знают об этом, как это происходит, и просто человеку предлагают этот вопрос, скорее всего, решить, и он тогда, как любой бизнесмен, он считает и смотрит, вот, допустим, убытки, отсутствие документов, остановка, допустим, или приостановка, там, частичная, либо полная приостановка ведения, допустим, хозяйственной деятельности, это убытки, там, столько-то денег, если, допустим, предлагают договориться, это, допустим, стоит там, в половину, например, человек считает деньги, конечно же, если, допустим, эти бизнесмены ломаются и идут по такому пути, это, конечно же, я думаю, во-первых, усиливает азарт у правоохранителя, это однозначно открывает им и усиливает их желание проводить подобные схемы по отношению к другим бизнесменам. Исходя из этого, конечно же, должны быть ассоциации, допустим, тех или иных хозяйствующих лиц, которые были бы объединены, которые были бы организованы, которые имели бы свои позиции, свое, собственно говоря, и в законном русле определенные лобби, как, собственно, это происходит и в Европе, и во всем мире. Чтобы они могли лоббировать, оставить, они должны бояться выходить и заявлять о своей позиции, средства массовой информации. Ну, понимаете как, у нас на сегодняшний момент что получается? У нас получается так, что очень часто хозяйствующие субъекты, в том числе представители крупного бизнеса, они бывают очень одиноки в своих проблемах. Поэтому здесь, конечно, нужно объединяться, создавать свои ассоциации и бороться за свой бизнес, за свой хлеб. И я думаю, что здесь нужно и работать, конечно же, и с коллективом. Почему? Потому что коллектив должен понимать, что если такое происходит на их предприятии, их лишают куска хлеба, их лишают работы, а их семью лишают, собственно говоря, к возможности жить достойно и обеспечивать свою семью и свою жизнь. Проблема в том, что есть очень серьезные вызовы, и я бы сказал, очень критические вызовы нашему обществу, и, честно говоря, наверное, наши государственные в том числе. Почему? Потому что основа любой государственности – это сильная экономика, и это независимость, не просто независимость, знаете, на основе какого-то документа, либо того, что мы там вешаем, там, вся в машине, например, там, флаг Украины. Это должно быть еще независимость экономической.